Девочка-пай Так, значит, здесь прошел заяц. Заяц-русак, хорошо всем известный зверек, любимый и забавный герой мультфильмов, сказок, охотничьих рассказов. Все его любят и все с удовольствием над ним смеются. Но за последние годы численность русака резко сократилась по всему его ареалу обитания. Причин много, они разные, но в основном это хозяйственная деятельность человека. Именно это привело к тому, что ученые ищут возможности разводить русака в неволе. В Литве достигнут в этой области немалый успех. И вот в научном институте лесного хозяйства сотрудник Ольга Белова уже выпускает на свободу своих питомцев. У зайца русака зимой шубка бывает светлее, чем летом. Он вместо лёжки и питания чаще избирает на опушке леса. Легче не только прокормиться, но и вовремя спрятаться. В occurаешь, worked hard. Русак за кадром, кто проц Duck Forest Первые зайчата появляются зимою. Рожает их зайчиха двух-трех прямо на снегу в маленькой ямке. Но иногда бывает, конечно, и один зайчонок. На свет зайчата являются уже прозревшими и уже с первых дней могут бегать. Единственное спасение в таких условиях – теплый, мягкий и густой мех. На одном квадратном миллиметре 175 тонких волосков. А вот у косоли лишь 36, а у барашки того меньше – 6-8 волосков на одном квадратном миллиметре. Мать зайчиха зайчат не греет. Она находится где-то поблизости, охраняет их. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 В весенней половоде. Опасно оно и для других зверей. И несмотря на то, что все они хорошо плавают, ледяная вода, холодный ветер, мокрый мех делают свое, глядишь, и воспаление легких. Для кого беда, а для кого время охоты? КОНЕЦ Зайцы в основном живут в одиночку. Лишь во время свадеб собираются вместе. А свадеб у них в году бывает 3-4. Самцы тогда собираются по зову самки, которая в это время выделяет особые запахи, которые можно было бы назвать «Я нахожусь здесь, найди меня». И везде оставляют эти свои надписи. В будни у косых есть свои территории, есть распорядок дня, но во время свадеб все это отменяется. Свадьба проходит в любое время дня. И начинаются брачные игры. Бегают кругами, останавливаются друг перед другом, дерутся передними лапами, прыгают через самку. Это продолжается около часа, пока самый смелый и активный заяц остается самкой. Субтитры создавал DimaTorzok После свадьбы самцы расходятся по домам и живут в обыляме до следующей свадьбы, так как к воспитанию детей не имеют никакой склонности. Второй выводок появляется летом, в конце июня, в начале июля. К этому времени у других зверей тоже малыши. Косули еще молоденькие, месячные. Они не опасны, не враги, но зайчиха вся на стороже. В летнем выводке бывает от 4 до 7 зайчат. После родов, накормив малышей очень жирным молоком, мать реже наведывается в детскую, но кормит каждый день к заходу солнца. Молоко зайчихи в 7 раз жирнее коровьего молока. Зайчата лежат, прижавшись друг к другу, слившись с пестротой окружающей среды и тихо переваривают молоко, ждут кормилицу. В это время они еще не потеют и не имеют запаха. Хищникам обнаружить их очень трудно. Вскоре малыши и сами начинают встречать мать и даже соревнуются, кто первый подбежит. А мама, если по дороге встретит чужих малышей, их тоже накормит. К 10-дневному возрасту зайчата уже с аппетитом едят растительную пищу и могут прокормиться самостоятельно. КОНЕЦ КОНЕЦ Много врагов у зайца. Любят полакомиться зайчатиной и подорлики, и вороны, и как будто безобидный аист, одичавшие собаки и бездомные кошки. КОНЕЦ 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 Врагов-то много, но леса... Ох уж это леса! Нет врага опасней. И это несмотря на то, что заяц развивает скорость до 80 км в час. Сколько сложных петель, вздвоек, скидок у него в ходу. Путанится, да и только. Обманывает своих преследователей всеми способами. Хорошо видит. Его кругозор 240 градусов, действительно косой. Но леса тоже хитра и очень настойчива. Вот и находит заяца, так сказать, поглупее. КОНЕЦ Много ушастых гибнет во время жатвы, на дорогах, на плохо организованных охотах. Бурное развитие сельского хозяйства, механизация, химизация, мелиорация привели к тому, что заяц потерял покой. Лишился дома своего. Вынужден изменить и привычки, и поведение. Ученые предлагают разные способы отпугования. Предлагают начать, например, жатву с середины поля, чтобы эти несмышленыши успели разбежаться. Но, увы, пока что все это малоэффективно. Все зависит от человека. Заяц потерял свой обычный дом, его отнял человек. Человек обязан уважать своего соседа и протянуть ему руку. Субтитры создавал DimaTorzok Ну, куда ты, заяц, погоди? Субтитры создавал DimaTorzok